Культ поход для неспящих. В пятый раз в Наринмаре прошла всероссийская акция «Ночь в музее». И как всегда с аншлагом окруженные учреждения культуры бесплатно распахнули двери для посетителей. И хотя дефицита публики нигде не наблюдалось, все постарались приготовить особую программу. Моя коллега Любовь Пермякова успела посмотреть все самое интересное. Эта ночь почти для двух тысяч наринмарцев выдалась неспокойной. И не потому, что соседи мешали. Любовь к искусству и культуре не давала покоя. Всероссийская акция «Ночь в музее» стартовала вечером 16 мая. Народ нескончаемым потоком шел в Краевический музей. Даже детям, а их здесь было большинство, разрешили в эту волшебную ночь не спать. Даша со своей младшей сестренкой в это недетское время делали вместе с десятками своих сверстников голубя мира. А еще и рисовали. «Мы делали из песка разные формы». «А, и что ты сделала?» «Сердце». В эту ночь сотни бумажных голубей выпорхнули из музея, как напоминание о мире, свободе и беззаботном детстве. Ведь все путешествие по музее – это память. Память о Великой Отечественной войне, которая проходила сквозной линией, звучала в песнях, смотрела со стен и просто парила в воздухе. Елизавета знает, что такое война. И песком она рисует символ Великой Победы. «Я рисую танк Катюша, которого боятся немцы». «Немцы боялись, да?» Для таких девчонок и мальчишек сотрудники музея подготовили сюрприз. При входе каждый посетитель получал путеводитель. Пройдя по всему маршруту, любители музейной бессонницы получали именную солдатскую книжку. «Посетитель получает такую вот книжку солдатскую, солдатскую книжку. Выписывается она на выходе из нашего здания, вписывается фамилия и мальчество. И в течение года он может посетить с другом, с товарищем бесплатно музей». Своим правом воспользовался и Степан Попов. «Мне вот сказали, друзья, что будет в 7 часов ночь в музее. Ну, я раньше как бы не ходил, да, сейчас первые. Вот сейчас ходил вот везде, читал там, на вопросы сейчас с другом отвечал. По всем этажам там походил. Да, в округе говорилось, как там строил, прям был задум вопрос, кто был начальником, кто строил аэродром на Ренмаре, нашем городе». «Ответил?» «Угу». А ещё Стёпа признался нам, что обязательно воспользуется своей солдатской книгой и сводит лучшего друга в музей. А сейчас он намерен посетить ярмарку Пустосерского музея и примерить на себя кольчугу и шлем. Мы тоже поддержали Степана и оказались на ярмарочной площадке. Работники Пустосерского музея словно на машине времени перенесли нас в средние века. Повсюду ходили стрельцы с вооружением и любители доспехов. «Сегодня у вас есть возможность принять участие в автобусной экскурсии, которая называется Пустосерский, не станет Ильмара». На 8 часов автобус уже уехал, на 9 часов ещё есть билеты. Билеты продаются в лотереи. А что ещё понравилось? «Лотереи». «Больше?» «Очень интересная автобусная экскурсия. Главное, там сухо». А мама Елисея, пока сын примерял кольчугу, как и полагается по закону того времени, продавала тряпичные игрушки. «Берут люди игрушки?» «Да, берут. Берут, вот сейчас подходили, очень много. Этот символ года овцу убрали очень хорошо. К Новому году как раз было. А сейчас тоже подошли, овцу взяли. Красивые, в интерьере смотрятся шикарно. Так что берут их вообще». Всероссийская акция «Ночь в музее» стала традиционной. Уже в пятый раз она собирает любителей культурной бессонницы. В этом году организаторы отметили рекордное количество посетителей – более полутора тысяч. Любовь Пермякова, Сергей Качиков, телеканал «Север». Пол. Продолжение следует...